Прожиточный минимум при банкротстве физического лица. С какого момента действует правило о получении прожиточного минимума? И в течение какого срока вы будете получать только прожиточный минимум? А что, если приставы удерживают с дохода официального и остается меньше прожиточного минимума? Прожиточный минимум при банкротстве физического лица. Всем привет, с вами на связи Наталья Катаряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц, 250 плюс завершенных дел, также обучаю юристов. В этом видео я разберу правило о прожиточном минимуме, которое действует при проведении процедуры банкротства. А также в каком размере и в течение какого срока гражданин будет получать прожиточный минимум и, что важно, с какого момента. И далее, что будет после завершения процедуры банкротства, будут ли какие-либо удержания. Итак, с момента вынесения решения судом о признании вас несостоятельным банкротом действует правило о том, что все имущество гражданина и доходы гражданина составляют конкурсную массу. Что такое конкурсная масса? Она формируется финансовым управляющим в рамках проведения процедуры банкротства за счет продажи имущества гражданина и за счет разницы между прожиточным минимумом, который получает гражданин при проведении банкротства, и его официальным доходом. И полученные денежные средства, саккумулированные, финансы управляющие распределяют между кредиторами. Так вот, с момента признания вас несостоятельным банкротом и будет действовать правило о том, что вы будете получать только прожиточный минимум на вас и ждивенцев при наличии. Вне зависимости, куда у вас приходят доходы, на карту или вы получаете наличными. Важно знать, речь идет об официальных доходах. Если тема видео и моя информация вам интересна, полезна, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Меня это мотивирует больше для вас записывать полезного контента, а также для своих подписчиков я каждую неделю провожу прямые эфиры и отвечаю на вопросы. С какого момента действует правило о получении прожиточного минимума? И в течение какого срока вы будете получать только прожиточный минимум? Итак, срок это в течение, как правило, шести месяцев, как правило, пока идет процедура банкротства. А с момента, когда суд вынесет соответствующее решение о признании вас несостоятельным банкротом. Напомню, что это происходит не сразу, а через два-три месяца ориентировочно с момента подачи документов в суд. Почему ориентировочно? Потому что, во-первых, суд может вести первую процедуру реструктуризации долгов, она вводится сроком до шести месяцев, и вы будете получать полные доходы до 50 тысяч рублей ежемесячно. То есть правило о прожиточном минимуме в процедуре реструктуризации долгов не действует. А также суд может откладывать судебное заседание по обоснованности вашего заявления, потому что именно в эту дату судебного заседания суд как раз и вводит процедуру. Частый вопрос от клиентов. А как мне платить за банкротство, если я буду получать только прожиточный минимум? За счет чего мне финансировать процедуру? Так вот, отвечаю. Вы прекращаете платить по всем вашим обязательствам и кредитам с момента принятия решения о том, что вы инициируете банкротство. Но до момента официального признания вас несостоятельным банкротом пройдет минимум 3-4 месяца. И на самом деле с юристами можно спрогнозировать и больший срок до введения процедуры. Так вот, в рамках этого срока до признания вас несостоятельным банкротом вы можете получать полностью ваш доход и не нужно платить по кредитам и обязательствам. А еще об этом будет следующий выпуск. Вы можете исключить из конкурсной массы дополнительные суммы сверх прожиточного минимума. В каком размере вы будете получать прожиточный минимум? Прожиточный минимум устанавливается постановлением правительства по месту вашей регистрации. К примеру, постановлением правительства Нижегородской области. Устанавливается этот размер ежеквартально. Финансовый управляющий при выплате вам прожиточного минимума использует те цифры, которые установлены постановлением правительства. В каком размере будут выплаты на детей при проведении процедуры банкротства? Важно знать, что если у ребенка есть второй родитель, то банкрот, как правило, будет получать в процедуре только 50% от установленного размера прожиточного минимума на ребенка. Что касается пенсионеров, в каком размере будут выплаты? Если пенсионер, не работающий, получает страховую пенсию по старости, по инвалидности, то такой пенсионер вправе претендовать на получение полной пенсии при проведении его банкротства. Если пенсионер является работающим, то он получает только прожиточный минимум, как на трудоспособного гражданина. К сведению, трудоспособный гражданин при проведении банкротства будет получать, соответственно, прожиточный минимум, который устанавливается для трудоспособного населения. Частый вопрос, а что если приставы удерживают с дохода официального и остается меньше прожиточного минимума? Какие будут выплаты при проведении процедуры банкротства? Так вот, важно знать, финансовый управляющий приостановит все имеющиеся удержания с ваших доходов, направит соответствующие требования в службу судебных приставов. И вы будете получать прожиточный минимум при проведении процедуры банкротства, когда вы будете признаны несостоятельным банкротом, в полном размере. Единственное, что об этом факте, о том, что у вас ведут удержания, необходимо сообщить своевременно финансовому управляющему. Прежде чем я разберу вопрос о том, как вы будете получать прожиточный минимум в процедуре банкротства, потому что, напомню, все счета и карты блокируются при признании вас несостоятельным банкротом. Минута рекламы. Чем я могу быть для вас полезна? Чем я могу вам помочь? Во-первых, это проведение процедуры банкротства под ключ и до результата с сохранением имущества при необходимости, не во всех случаях, защиты от коллекторов по всей России. Далее, для тех граждан, у которых нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах до 100 тысяч рублей, у меня есть курс по самостоятельному банкротству. При поддержке моего юриста вы подготовите все документы для суда, а также я гарантированно представлю кандидатуру финансового управляющего, которая обанкротит вас за депозит плюс расхода без доп. оплат. Управляющий надежный. Далее, у кого вообще нет денег и кто хочет разобраться в банкротстве и самостоятельно провести процедуру, у меня есть лекция по самостоятельному банкротству за 990 рублей. Там приложены все образцы необходимых документов, а также я разбираю вопрос, как найти финансового управляющего. И также я обучаю юристов нюансам банкротного дела, как можно зарабатывать на банкротстве и помогать людям списать долги. Все подробности будут в описании. Итак, каким образом будет осуществляться выплата прожиточного минимума? Предположим, все, суд вынес решение, все карты счета заблокированы, что дальше? Здесь первый вариант. Вы по распоряжению финансового управляющего идете самостоятельно в банк, подаете распоряжение, решение о том, что вы признаны несостоятельным банкротом, и через несколько дней банк дает согласие на разблокировку, и вы снимаете прожиточный минимум, ту сумму, которая указана в распоряжении. Это, как правило, актуально, если вы заработную плату и доход получаете на карту Сбербанка. Если иной какой-либо банк, то, скорее всего, по распоряжению выплаты не будет, хотя есть ряд банков, которые выплачивают. Однако, если банк отказывает выплату производить по распоряжению финансового управляющего, то финансовый управляющий самостоятельно идет в банк и снимает вам прожиточный минимум, и эту сумму вам переводят. Важно знать, я уже говорила об этом в своих видео, повторюсь еще, выплаты прожиточного минимума носят заявительный характер. Поэтому, если вы молчите о том, что вам нужен прожиточный минимум, скорее всего, финансовый управляющий шевелиться не будет, и выплачивать своевременно вам деньги не будет. Поэтому заблаговременно, заранее вы обсуждаете все условия, как вы будете получать прожиточный минимум при проведении вашего банкротства. Что касается моих клиентов, то они, как правило, заранее уже с юристом обсудят порядок получения своих заработанных денег. А сейчас для вас мои рекомендации. Не скрывайте доход от ваших юристов и финансового управляющего. Об вашем доходе все равно станет известно во время процедуры банкротства. Каким образом? Финансовый управляющий сделает соответствующие запросы в государственные органы. Важно знать, что если вы получаете деньги наличные, это не значит, что эти деньги не включаются в конкурсную массу. Финансовому управляющему все равно станет известно о том, что вы работаете в таком-то месте, и у вас такой-то доход. И следующая рекомендация. Заранее планируйте, как вы будете жить во время банкротства, на какие средства, пока будете получать прожиточный минимум. На этом по теме видео все. До встречи в следующих выпусках. Два раза в неделю стабильно выходы, плюс еженедельный прямой эфир ответа на ваши вопросы. И опять же попрошу, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поддержите меня.